Братья и сестры, слава нашему Богу! На самом деле, наш Бог, Он заслужил то, чтобы в этот воскресный вечер мы могли просто Его чистого сердца поблагодарить. Сразу же зачитаем книгу числа, 11 глава, с первого стиха. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь, и нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша и знывает, ничего нет, только манна в глазах наших. На самом деле, такая потрясающая довольно история, там, где Господь вместе с Моисеем вывозили этот египетский народ, потому что столько чудес, столько знамений в это время творил наш Бог, и действительно просто восхищаешься. И порой бы просто хотелось бы хоть на пару мгновений оказаться там вживую и посмотреть все это, как оно было действительно наяву. Но, знаете, если читать всю эту историю чуть еще раньше, что будет позже, я смотрю как-то и еще больше удивляюсь от того, что насколько народ израильский, он вел себя действительно недостойно этого, и насколько наш Бог все-таки был по отношению к ним терпелив. Потому что читаешь, вот, и просто, ну, хочется спросить у них порой, ну, вот зачем вы так поступаете? Потому что вы там плакали в этом египетском рабстве, а по итогу, ну, Бог вас вывел, а вы еще потом будете как бы с упреком говорить, а вот мы помним, как в Египте было хорошо, что мы даром и эту рыбу ели, и лук ели, и, в общем-то, нам было хорошо, не то, что сейчас нам с тобой. Также я зачитаю книгу «Бытие», 48 глава, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня». Тоже довольно-таки интересное местописание, особенно если ты знаешь жизнь Авраама, предыдущую, смотришь и тоже читаешь вот эту книгу «Бытие», его жизни с открытым ртом, потому что столько у него всего происходило в его жизни, столько у него тяжелых обстоятельств было, ну, и эту судьбу хорошей на самом деле мне тяжело назвать, потому что читаешь, что он кого-то может обмануть, то его могут обмануть. В принципе, вся жизнь в каких-то бегах от кого-то. Но знаете, братья и сестры, на чем бы я хотел застрить это внимание? То, что под конец своей тяжелой жизни этот как бы родитель израильского народа, он как бы с благодарностью говорит, что «Да благословит тебя как бы Господь, Бог, который пас меня с тех пор, как я существую на этой земле». И понимаешь, наверное, что не просто так этот Яков прожил эту довольно тяжелую жизнь, потому что под конец своей жизни действительно Яков — это довольно известный человек в Библии, он опять же что-то понял, что по итогу хоть жизнь была непростая, но стоит остаться благодарным Богу. И знаете, друзья, я сейчас не хочу говорить, что израильский народ — это плохой народ ни в коем случае, а порой просто сам смотришь на свою жизнь, читаешь эту всю историю и просто проводишь какие-то параллели с собой. И стыдно даже то признавать, что на самом деле порой я веду себя не лучшим образом и веду себя вообще не лучше, чем этот израильский народ. То по отношению даже к родителям, к своим близким людям, тем более уж по отношению к Богу, настолько порой неблагодарны, что действительно, друзья, просто на самом деле стыдно и крайне бы не хотелось, чтобы мы оставались в этом положении, чтобы мы смирились со своим неблагодарным сердцем. И хотелось бы, друзья, чтобы хоть чисто по-человечески, мы на самом деле вот люди неблагодарные, но хотелось бы, чтобы под средством Духа Святого по итогу наши сердца менялись, чтобы в нашей жизни Иисус, эта вся голговская история, это не была просто история, которая нам помогает жить на этой земле. Не так, чтобы, знаете, вот слепой человек, когда он ходит, ему в жизни нужна такая палочка, тросточка, которая помогает ему по жизни ходить, двигаться. Он как бы ощупывает место, куда можно ступить. И чтобы в нашей жизни, друзья, такого не было, чтобы Иисус — это просто такая палочка, у которой мы можем словно спросить, а туда можно идти, туда не можно идти. И чтобы если каким-то чудом, знаете, друзья, мы прозреем, чтобы не получилось так, что первым же делом мы выбросим эту палочку, потому что она нам, собственно, не нужна. И поэтому, братья и сестры, очень бы не хотелось, опять же, уже много раз повторял и повторюсь, чтобы вся эта голговская история, мы ее настолько уменьшаем порой, что действительно не имеем даже представления той великой цены, которую заплатил за нас наш Господь. И поэтому, друзья, также надо понимать, что в нашей жизни не все будет идти как по маслу, что в нашей жизни не все будет идти идеально, но несмотря на это мы должны уметь как-то оставаться благодарными нашему Богу. Первое, Фессалоникийцам, если можно высветить на экран, пятая глава, шестнадцатого стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». И, знаете, друзья, очень люблю эти стихи, это местописание, потому что они настолько краткие, но одновременно настолько-настолько понятные. И, опять же, читая Библию, в особенности Новый Завет, я как-то обнаруживаю, не только в этом месте Писания написано, чтобы мы всегда радовались, как бы за все благодарили Бога, но также, читая, я нигде, если честно, не могу найти местописание, где бы рассказывалось, что вот, собственно, на нашем христианском пути, в нашей жизни все будет просто. И поэтому, друзья, я для себя сделал лично такое решение, что я как человек, который, слава Богу, уже принял Завет с Господом, мы как церковь, мы невеста Христа, как, знаете, в мире, когда происходит бракосочетание молодых людей, у них спрашивают, готовы ли вы идти с этим человеком по жизни, и в радости, и в горе. Так вот, чтобы я у себя спрашивал этот вопрос, готов ли я идти за моим Богом, когда у меня все в жизни хорошо, или когда все идет не самым лучшим образом. И также, когда готовился к этой проповеди, в принципе, вспоминал свою жизнь, смотрел, какой я человек, и для себя, может, сейчас странно, что скажу, на самом деле, слава Богу, то, что в моей жизни все было не всегда хорошо, потому что чисто по-человечески я знаю, что я бы не смог оставаться Богу благодарным в полной мере, что как раз-таки через те ситуации, когда порой тяжело поблагодарить Бога, но ты Его благодаришь, как раз-таки тогда ты, сейчас буду судить по себе, чувствуешь себя по-настоящему счастливым человеком. И, знаете, в нашем организме есть такой гормон радости, дофамин, и у него есть такая особенность, что этот гормон не знает меры. Я сейчас приведу пример. Это то, что я, вот парень, там, 16 лет, купил себе новый телефон, ну и все, я самый счастливый, хожу там три дня с полной такой улыбкой во все 32 зуба, но проходит какое-то время, проходит там два дня, три, неважно, по итогу все равно с этим телефоном я смирюсь, и мне захочется чего-то большего. Куплю себе я, к примеру, планшет, тоже опять буду счастливым, но пройдет очередная неделя, и мне по-прежнему надо будет уже чего-то большего. Пройдет там много лет, я уже там дом на Луне построен, но по итогу все равно пройдет какое-то время, я с этим свыкнусь, друзья, и мне понадобится чего-то большее. И поэтому, друзья, как это можно перевести на духовный лад? Я как раз-таки, когда над этим размышлял, читал апостола Павла, и действительно понимаешь, чтобы в нашей жизни такого не было, тебе приходится порой проходить через обстоятельства, там, где просто ты должен идти и верить в Бога. Ты, как апостол Павел, порой должен распинать свое тело каждый день, чтобы ты мог за ним следовать, потому что даже смотря где-то в интернете, как люди борются с этим дофамином, люди устраивают как бы такую диету, что ли, там, где они полностью отказываются от этого гормона. Если раньше они там смотрели сериалы, читали книги, которые им интересны, то сейчас они просто уходят как бы в свое развитие и перестают заниматься теми делами, которые им просто приносят удовольствие и ничего более. Поэтому, друзья, тоже для себя я вывел такой урок, что я как человек, который живу в церкви, живу здесь на земле еще, я очень должен научиться, как этот апостол Павел, распинать свое тело, порабощать свое тело каждый день, чтобы мочь в полной мере послужить нашему Христу и действительно от всего сердца его благодарить. Потому что апостол Павел — это самый обычный человек, как и мы, но он тоже в своей жизни познал нечто большее, что он отказался от всех этих мирских благ. Но по итогу он выбрал каждый день проходить через эти не самые приятные условия. «Каждый день ему приходится порабощать свое тело». И, братья и сестры, в моей жизни вот предыдущий год был такой довольно интересный, насыщенный. И я очень много как раз-таки размышлял над всей этой темой, как это можно мне поблагодарить Бога в конце дня с чистым сердцем, потому что вроде перед сном становишься на колени, Бога благодаришь, но также где-то порой замечаешь, что тут в сердце, тут нету этой полной искренности перед Богом, что ты вот на самом деле полностью благодарен Богу за прошедший день. И я как-то, в принципе, весь год провел в таких раздумьях, много думал, так как мне по итогу остаться счастливым, благодарным Богу, потому что я знаю, что это надо делать, потому что и в Библии это написано. И в моей жизни все довольно-таки изменилось после одного случая, который произошел со мной в августе месяца. Это брат Николай Мазалевский, он позвал меня помочь бабушке Эльвире переехать с одной квартиры на другую, и мы помогали ей перевозить мебель. И просто я посмотрел, как живут порой люди, и в перерыве этом, там, где ты поднимаешься на этаж, спускаешься по этой лестнице, в том доме нету лифта, ты просто смотришь на те условия, в которых живет этот человек, и ты просто... Совесть даже так грызет. Паша, и ты после этого еще смеешь не оставаться благодарным. Просто восхищаешься порой такими людьми, то, что несколько дней назад, до этого, эта бабушка в церкви выходила вот сюда, на это место, записывала обращение к своим сыновьям, и она им говорила, то, что вот, как бы, сыночки, я в церкви, и со мной все хорошо, а я парень, у которого все в жизни на самом деле прекрасно, я не могу найти в себе эти силы, просто остаться благодарным Богу. Ну, то интересно, друзья, получается. И опять же, для себя я сделал такой вывод, когда тяжело поблагодарить Бога, то просто иди и служи. Вот даже пару дней назад словил себя на такой мысли, как-то сидел и размышлял над нашей церковной базой, и я, если честно, забыл вообще, а успел ли я Бога вообще поблагодарить за то, что мы ее приобрели. Потому что сразу как-то молишься, Господь, благослови, чтобы там все работы хорошо прошли, чтобы все мы хорошо, там ремонт красивый был, чтобы лагеря были замечательные. Просто поблагодарить Бога, если честно, я не помню такого, чтобы я тогда Бога за это поблагодарил. И уже сейчас буду заканчивать. Надо подводить какой-то итог всему, что я сказал выше. И знаете, друзья, по итогу оставаться человеку счастливым, оставаться человеку несчастным, быть человеку благодарным или неблагодарным, по сути, выбираешь ты. Это понятное дело, друзья. Мне сейчас настолько это легко говорить, потому что настолько я еще эту жизнь не познал. Но порой просто смотришь на людей в церкви, смотришь на их жизнь и просто хоть это и люди, но порой восхищаешься этими людьми, потому что где-то смотришь на какую-то семью, у них столько всего в жизни происходит, а эта семья еще умудряется первой прибежать на помощь, кому это нужно. Порой смотришь на каких-то людей в церкви, у которых еще нету семьи, у них тоже такие колоссальные проблемы, и они настолько горят в служении, они настолько горят для Бога. и просто действительно с открытым ртом смотришь на их жизнь и действительно берешь с них пример. Но ни в коем случае, братья, я не хочу, чтобы вы сейчас подумали, что я говорю, что ваши проблемы — это не проблемы. Опять же, на самом деле, порой в жизни христианина происходит такое, что страшно даже такое представить, но я хочу немного на другой свою мысль направить. Я хочу нашу мысль направить на то, что и наши проблемы не маленькие, а то, что наш Бог — он настолько великий Бог, что на фоне с этими проблемами все эти, как бы казалось, колоссальные, что на фоне с Богом все эти колоссальные проблемы, они настолько меркнут. Вот мы поем часто на молодежке такую песню, «Океаны» она называется, и там рассказывается, что в жизни человека словно происходит шторм, и там есть такая строчка, что «Взгляд я с волн на тебя смещу», как бы во время шторма это говорится. И вообще люблю, если честно, эту песню, одна из моих любимых. И очень как-то мне впала эта строчка в сердце, что я должен, как христианин, научиться не смотреть на ту проблему, которая движется на меня, что я не должен смотреть, насколько две ряда, они страшные, что я должен научиться смотреть в высоту, я должен научиться смотреть на нашего Бога и действительно восхищаться им и вовремя его успеть поблагодарить. И поэтому мы сейчас, друзья, будем молиться, и очень бы хотелось, чтобы мы вспомнили то, что Бог творил в нашей жизни и просто его поблагодарили, потому что он действительно этого достоин. Будем молиться. Продолжение следует...